Привет, друзья! Некоторые глупцы полагают, что я могу только критиковать Алексея Навального, мол, за то, что его около навальненские блогеры с задним приводом на меня оскорбляли и все такое, и он не мог им сказать цыть. Ну и плюс он меня сам обижал. В общем, кто старое помянет? Так вот, нет. Нет, мне Алексей Навальный нравится. Нравится он мне тем, что сейчас достаточно редко можно встретить среди европейских, даже современных политиков. Это царизм. Вот знаете, такая небольшая наполеонистость. Это сейчас большая редкость, а у Навального это есть. А мне всегда нравилось. Помните Муссолини? Видели когда-нибудь съемки Муссолини? Вот это вот. Блин, редко где. Редко где сейчас такое увидишь. Алексей Навальный, человек, который считает, что самый главный человек в мире, это Алексей Навальный. И поэтому на выборах муниципальных в Москве произошло то, что произошло. Больше всего вопросов по московским выборам. Кто-то мне пишет, почему ты их игнорируешь. Но на самом деле их игнорировал. И глупо говорить, что это не так. Он их игнорировал, он о них старался не говорить. И в конце я объясню, почему. Напомните, если я вдруг забуду. Скажите что-нибудь, это важно. Конечно, это важно. Но я хочу сказать, что я совсем не игнорирую. Я могу совершенно откровенно сказать, что у меня нет ни малейших восторгов по поводу списка яблока или по поводу списка Гудкова. Но они же все равно лучше, чем путинские единороссы. Я вот украинец, смотрю на это сбоку. Смотрю, знаете, своим украинским умом. И понимаю, что это лучше, чем единороссы. Даже самовыдвиженцы, которые идут из народа, это лучше, чем единороссы. Любое яблоко или груша, или кто хочет, любой кац лучше, чем единороссы. Ну, в представлении, если Алексей Навальный хочет изменить Россию, сбросить Путина и выместить это все поганой метлой, а у него нет восторгов. Просто потому, что я занимаюсь практической политикой. Я кандидат в президенты, я баллотирую сейчас. Я хочу, чтобы меня поддерживало много людей. И если люди, они, может быть, прекрасные люди, но они меня не поддерживают на этих выборах. А, вот оно в чем дело, оказывается. Если люди его не поддерживают, тогда он не поддерживает их. Я занимаюсь практической политикой, мне напоминает, я занимаюсь практической магией. Но, шутки в сторону. Если кто-то не поддерживает Навального, то вот этого человека Навальный однозначно не поддержит. Почему? Потому, что главный человек, которого может только поддержать Навальный, это Навальный. И, мое личное мнение, абсолютно ему плевать на прекрасную Россию будущего, если в этой прекрасной России будущего не будет Навального. Конструкция сделана для поддержки Григоря Алексеевича Явлинского, который очень хороший человек. Но я считаю, что кандидат на президентских выборах, он не очень удачный. Я призываю голосовать за себя. Поэтому я поддерживаю, естественно, тех кандидатов, которые поддерживают меня, в свою очередь. Это все понятно. Но ведь это были не президентские выборы, это были выборы муниципальные. Московские выборы. В райончиках там люди пошли. При чем тут президентские выборы? Ты ведь мог бы поддержать. Для того, чтобы выдавить этих проклятых единоросов. Не поддержал. Я считаю, что, конечно, нужно поддерживать в первую очередь те команды, которые подходят политически к московским выборам. Не просто вот, значит, мы придем, станем депутатами и будем вот там за интересы москвичей. Действительно, глупостями заниматься лучше не надо, интересы москвичей. Политически. Но если даже политически они подходят к выборам и говорят, что Путин очень-очень плох, Единая Россия, go home и все такое, но не поддерживают Навального, то он не поддерживает. Это мне очень интересно. Как Украин. За стороны наблюдаю. Мы будем работать в интересах москвичей, мы для этого и идем, но мы не собираемся молчать про все остальное, и мы будем бороться с нынешней московской властью. Это вот таких вот он поддержит. А остальные, те, которых он не поддержал, так они шли, знаете, что вы говорили? Мы будем молчать про все другое. Вот такая у них программа была. Серьезно, да? Мы таким командам помогаем. Это Яшин в первую очередь в Красносельском районе. Мы там рассылку делаем по волонтерам, ролик. Я записал, выйдет завтра для Красносельского района. Команда Константина Янкаускаса. Максим Мотин в печатниках идет от коммунистов. Ну и все, и все. Вот это вот Кинскаускас и Яшин. Мотин это упомянул и упомянул, это коммунист. И все, как бы, подожди, а где Гудков? Вот я не могу. Я, как украинец, со стороны наблюдаю, постоянно Гудкова. Слушай, Гудков, Гудков, а тут что-то нет Гудкова. Несколько списков. Там много разных. Есть Яблочный, есть Парнасовский, есть список коммунистов. Как я уже сказал, Мотин в печатниках, я так понимаю, он в основном от коммунистов идет. Есть, соответственно, Гудковский список. Посмотрите их всех. Соответственно, там Гудковский и все. Поддержал. Поддержал. Это ролик, вот прямо, только-только перед выборами. Уже выборы должны быть. А до этого тишина. Знаю все про ваш скепсис. Я отлично понимаю, что сейчас вы мне все напишите, что у никого полномочий нет и так далее. Но они ему еще не пишут этого. Но он уже знает, для чего это делается. Это, знаете, помните фильм «В джазе только девушки». И вот там он выходит. Да, мы хотим поздравить Чарли в зубочистку. И пусть кто-то скажет, что Чарли охренел. Пусть кто-то скажет, что Чарли слишком уже зажрался. Кой-кто скажет, что он слишком сорвался. А я скажу, он пойдет далеко. Некоторые скажут, что он и так зашел далеко. Но нет. Мы любим Чарли. Ну, почему мы не очень активно не участвовали в этом во всем? Потому что мы провели опросы мониторинга и увидели, что внутри партии прогресса, внутри нашего актива практически нет желающих участвовать в этих выборах. А если мы не участвуем, то мы никого не поддерживаем. Потому что все должно крутиться вокруг одного человека. Алексея Навального. Наполеона. Четвертого. В этих выборах просто потому, что у девопытатов почти нет полномочий. Все знаю я об этом. Но тем не менее, если вы все-таки рассматриваете, если это такой вопрос, то нужно ли идти или не нужно идти, то да, конечно, нужно идти. Конечно, нужно идти. К слову, и на фильм сходите. Оно. Очень хороший фильм. И мороженое можно сходить покушать. Вообще, не забывайте о родителях. Посетите еще родителей на выходных. Алексей откровенно игнорировал. Не призывал ни за кого голосовать на этих выборах. То есть, это все было так. Походя такое. Как в свое время поддерживали Алексея. Гудков даже не выступал. Смотрите, потому что в знак солидарности с тем, что Алексея вывели. Это когда Алексею сказали, пока-пока. Это наш митинг против реновации. Гудков. Я нашел массу-массу-массу видео, где он его откровенно поддерживает. Где он там за него впрягается. Причем и старых, и новых. Проигрыш Навального в суде – это какая-то новость? Тема дня? Смотря что называть проигрышем. Я вообще не считаю, что он проиграл. Даже очевидные вещи он отрицал в пользу Навального. Вот, посмотрите. Навальному задают вопрос по поводу выборов в Госдуму. Которые, по сути, были провалены для демократических сил. Благодаря, в кавычках, Навальному. Про вашу позицию на выборах, на выборах в Госдуму. Вы в какое-то время призывали людей участвовать, поддерживаете коалицию. Потом она распалась. И вы, по сути, в каком времени заняли позицию такого, скажем так, ненавязчивого призыва к бойкоту. Ненавязчивого призыва к бойкоту. Потому что я не иду. Так пусть никто не идет. Вот, и вам вопрос о том, почему вы не поддерживаете них очевидно оппозиционных, очевидно искренних оппозиционных политиков, Дмитрия Гудкова, прежде всего. Но вот сейчас возникает вопрос, что в общем, в принципе, вы можете поддерживать такие политические проекты, в которых вы не являетесь лидером? Браво. Браво. Это супер вопрос. Такие вопросы ему задают. Крайне редко. Я слышал, Собчак, да, и вот этот вот парень. Вы можете вообще поддерживать хоть кого-то, да, кроме себя? Я поддерживал, поддерживал и буду поддерживать такие проекты. Но тут же штука простая. Люди, которые хотят получить мою поддержку, хотят получить мой доступ. Было бы логично, если бы они поддержали меня. А если ты мне свою машинку не дал, то и я тебе свою не дам. Как же прекрасная Россия будущего? А как же сместить Путина и Шойгу, и прочих там всяких? Нет. Если вы меня не поддерживаете, то живите тогда с Путиным. Но если, например, Гудков заявляет о том, что он поддерживает Явлинского, то я честно скажу, меня это не устраивает. Потому что вот этот договорняк с Явлинским мы поддерживаем друг друга, но пусть это они в этом и участвуют. Пусть это они в этом и участвуют, понятно. Ну а как же прекрасная нахрен Россия будущего? Алексей, Алексей, так не делаются дела? Делаются. Алексеем они делаются? Только так. Более наполеонистого человека сейчас в современной политике трудно найти. Это вопрос к Диме. Если он на президентских выборах поддерживает Явлинского и участвует в политическом партнерстве, прекрасно пусть участвует. А почему вы об этом не говорили во время выборов в Госдуму? Во время выборов в Госдуму я говорил вещи, которая более важна для меня. Выборы в Госдуму были провалены. Почему были провалены выборы в Госдуму? Слушайте внимательно. Которая более важна для меня и мне кажется для всех. О том, что если меня не пустили на выборы. Если мою партию не пустили на выборы, то конечно я в этих выборах. Как вы считаете, что я могу в них участвовать? Я не буду в них участвовать. Мою партию меня не пустили на выборы. Поэтому я не буду призывать голосовать за кого-то, кто может сместить, выдавить единороссов или как-то разбавить. Или либералы, шмебералы. Какие либералы? Меня же не пустили. Так уж пусть тогда и никого не пускают. В них участвовать. Я могу призывать своих сторонников в них голосовать, когда меня на эти выборы не пустили. Это означает, что я бы ответил Кремлю. Ну давай Кремль меня не пускает дальше, а я буду, значит, вот сидеть и благостно всех остальных поддерживать. Конечно. Таким образом, он не может призывать своих сторонников голосовать. Потому что Кремль подумает, что я не пустил Навального, а он себе спокойно сидит и призывает голосовать за кого-то другого. Тоже за либералов каких-то. То есть Кремль должен подумать, нет, я не пущу Навального, и получается не пройдет никто. Так это выгодно. Выгодно получается не пускать Навального, ибо он, как знаете, бывает, тонет кто-то. И вот он, вот вместо того, чтобы как-то барахтаться и вылезть, он лучше тебя еще за собой. Уж я если тону, так лучше мы вместе утонем. Беспредальница. Так не доставайся же ты никому. Ну так и не доставайся же ты никому. В итоге вышло то, что вышло. Тактика Навального очень повлияла на муниципальные выборы. Навальный сделал так, что очень много хороших людей, его сторонников, в том числе работников его штабов, не избрались в депутаты, потеряв 10, 20, 15 голосов они не достали. Это что, впервой что ли? Это Кац рассказывает и сидит рядом как раз таки Гудков. В первый раз что ли тактика Навального к такому приводит? А тактика ли это Навального вообще? Так что его тактика принесла плоды. Она избрала много единороссов. Она позволила единороссам взять большинство в нескольких собраниях. Он работал на этих выборах на одной стороне с мэрией Москвы. Знаете, что он думал? Он думал, что будет колоссальный провал демократических сил на выборах в Москве. Он думал, что они пролетят все как фанера над Парижем. Он думал, что будет катастрофа. И тогда он просто спокойно возьмет и скажет, я думаю, уверен. У него уже заготовлена речь была. И скажет, вот видите, друзья, когда мы не идем, когда я, Алексей Навальный, не продвигаюсь, то никто не продвигается. Видите, друзья? А сейчас вышло не так. А сейчас вышло по-другому. И оказывается, Алексей Навальный, это не какая-то путеводная звезда, это один из многих. Это больно. Для Наполеона больнее нет ничего. Поэтому я думаю, что Алексей будет, может быть, тайно даже гадости какие-то делать своим типа. Типа союзником. Но на самом деле, какие они союзники, если они не за Алексея? Ты Наполеон, Алексей? Ты просто Наполеон. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!